Исполнитель мечтаний Геликон-опера и Дмитрий Бертман. Я вспоминаю этот момент 12 июля, несколько лет назад, когда Дмитрий Александрович придумал такой эскиз Иоланта. Мы это делали здесь, в усадьбе, в такой полуразрушенной, руинированной усадьбе, в которой бывало Чайковский, Танеев. И в невероятном театральном свете она превратилась в замок Иоланта. Это было невероятно красиво. Солисты Геликона пели фрагменты арии из Иоланта, но было очень холодно. И вот это ощущение, ну так вот у нас бывает в России 12 июля, холодная была ночь, и было ощущение какого-то такого совершенно фантастического пейзажа, лунного, холодного света. Мы счастливы, что музей стал таким фестивальным центром. И, конечно, это очень важно, потому что это первый мемориальный музей в России. Это дом, здесь в губине парка находится дом, в котором жил Чайковский. Дом, который не остается сейчас музеем, он продолжает оставаться домом. И то, что этот дом принимает всех людей, которые любят Чайковского, которые приезжают услышать его музыку, музыку других композиторов, это и театральные постановки, и замечательные концертные программы, это очень-очень здорово, и здорово, что это живет и развивается. Мы сегодня утром только приехали, мы участники фан-зоны, мои студенты участвуют в мастер-классах, я руковожу этим процессом. В общем, мы счастливы, здесь такая гостеприимная земля. Будете удивлены, я все пять фестивалей обязательно приезжаю в Клин, и особенно на те спектакли, которые дают артисты, геликон-оперы. Очень здорово. Все, начиная с оформления сцены, замечательных костюмов, как роскошно выглядят все актеры, приятно смотреть, не говоря о том, насколько их божественно приятно слушать. Конечно, это интересно, оригинальное, современное прочтение оперы. Очень неожиданно было увидеть в такой интерпретации оперу, поэтому очень интересные ощущения необычности, нестандартных музыкальных форм, которые были здесь применены. Моё впечатление, во-первых, в шок, потому что нас предупредили, что это будет 15-16 век и Иоланта, поэтому мы ожидали костюмы и все. В принципе, и декорации соответствуют тому времени. Но когда ребята вышли, и это современная постановка мы увидели, мы, конечно, сначала были в шоке, но сказали, ну, это геликоны, что от них ожидать? Это какая изюминка? Поэтому никогда не знаешь, что увидишь на сцене. Прекрасные актеры, погода, особенно вторая часть после «Антаркта», прям как-то все сошлось, ясное небо, и когда я Ланта взглянула на небо, прозрев, прям просто прекрасно. У меня только-только, вот, так сказать, мурашка ушла, потому что я на самом деле, как сказать, не часто бывала в опере, наверное, третье или четвертое мое посещение, но вот впечатление от геликон-оперы просто потрясающее. Вообще, это гениальная музыка. Чайковский предчувствовал уже, видимо, свой уход. Это как раз в его, в череде последних сочинений, шестая симфония, щелкунчик, виоланта, это вот как раз, где он достиг совершенно уже каких-то таких заоблачных высот. Вот, и видите, как, я думаю, что пока живо человечество, мы будем слушать тысячи-тысячи иолантов в дальнейшем.